Всем привет! Уже наступил сентябрь и я посчитала, что в принципе уже самое время снять видео про покупки, которые я сделала в Ангусте. Поэтому, если вам интересно, то пожалуйста досмотрите это видео до конца. Покупок у меня в принципе немало и поэтому сразу же начну. Первую покупку я уже упоминала в своих предыдущих видео и это набор бронзер плюс румяна от Эльф. Коробочка выглядит вот так. Вот сам бронзер и румяна. Я не знаю насколько хорошо передаст оттенки камера, надеюсь хорошо видно, что бронзер имеет такой шоколадный оттенок, румяна нежно-нежно розовый. И бронзер и румяна имеют шиммер, но этот шиммер он практически не заметен на лице. Он придает просто такое красивое естественное сияние, без излишних блесток, без ничего такого лишнего, чего вы в принципе не хотели бы на своем лице. Поэтому это один из лучших бронзеров и скажем так, один из лучших комплектов бронзер плюс румяна, которые мне вообще попадались. Всем советую, если есть возможность, обязательно купите такой наборчик. Не пожалеете 100%. Далее я хочу рассказать, конечно же, про палетку Naked от Urban Decay. Если вы смотрите мои видео, то вы тоже, скорее всего, видели эту палетку. Выглядит она, наверное, вы знаете как. Вот такие вот оттеночки в ней. Свотчи, я думаю, показывать нет смысла, потому что свотчи в интернете просто выше неба. Но я расскажу просто про свои самые любимые оттенки. Один из первых оттенков, в который я влюбилась, был оттенок SYN. Это вот этот вот оттеночек. Он очень шиммерный и отлично подходит как хайлайтер. Его, в принципе, даже можно использовать на щеках, если у вас совсем светлый оттенок кожи. Можно использовать под бровь. То есть, в принципе, он очень красиво смотрится, даже если вы просто наносите его на все веко. Немножко растушевываете, подводите глаз под водкой, и все, макияж готов. Шикарный просто оттенок. И также мне очень понравился оттенок Toasted. Вот он здесь. Сейчас я тоже сделаю свотч. Этот оттенок более такой, скажем так, сливовый, темно-сливовый с шиммером. Тоже очень такой уникальный оттенок. Красивейший до безумия. Любовичный макияж. Если вы хотя бы немножко где-то сделаете акцент этим оттенком, то макияж будет очень-очень красивым. Поэтому всем советую тоже такую палетку. Не думайте, что эта палетка это просто самые обычные нейтральные оттенки. Красивейшие оттенки. Не пожалеете, если возьмете 100%. Потому что у меня эта палетка уже приблизительно месяц. И я перестала пользоваться практически всем, что у меня есть. Рука тянется постоянно именно к этой палетке. Также вы, наверное, заметили, что эта палетка у меня с кисточкой, а не с карандашом. И что я могу сказать про кисточку. Кисточка здесь плоская, заостренная. Вот так вот выглядит. Для наложения теней далеко не самая лучшая кисточка. Но что хорошо ей делать, это в первую очередь наносить консилер. Отлично она наносит консилер, растушевывает. И также у этой кисточки очень такой жесткий кончик. Поэтому тоже ей шикарно именно на этот кончик наносить какие-то тени. И, например, прорисовывать нижнее веко для того, чтобы сделать совсем-совсем тоненькую линию. То есть не дымку, а совсем-совсем тоненькую, красивую, четкую линию. Вот эта кисточка идеально для этого подходит. Дальше тоже такая вполне обычная покупка. Это карандаш для губ от NYX. Выглядит он вот так вот. Вот оттенок у меня PL29 SIDACTIVE. Выглядит этот карандаш очень нюдово. Сливается с оттенком моих губ. Немножко, разве что, можно его использовать для того, чтобы сделать губы более полными, более какими-то такими даже мерцающими. Он именно такой эффект придает. Вот здесь этот оттенок. Такой нежный-нежный розовый цвет. Немножко с перламутром. В продолжении теней я тоже хочу рассказать про свою покупку от COSTAL SENSE. Если вы смотрели предыдущее видео про покупки, то там вы видели мой искренний восторг от мини-палетки от SIGMA, которую мне прислали в подарок. И там я говорила про то, что я всегда искала такой очень красивый бирюзовый оттенок, который бы выглядел действительно ярко, насыщенно и прекрасно подходил для летнего периода. И тогда, когда я заказала вот эту покупку, которую я сейчас покажу, еще тогда эта палетка мне не пришла. Поэтому я не знала, в принципе, что я закажу что-то похожее. Но, собственно, о чем я говорю. Это вот такой вот Hot Pot. Это индивидуальная тенюшка от COSTAL SENSE. Вот так вот выглядит оттенок. Называется этот оттенок S11. И тоже это супер шикарный, просто красивейший оттенок. Сейчас я покажу тоже вам сводч на него. Вот, посмотрите. Шикарный просто оттеночек. К сожалению, лето уже закончилось, но все равно я уверена, что я не перестану пользоваться какими-то вот такими красивыми оттеночками. Тем более, этот немножко металлический. А если вы не знаете, то металлические оттенки это будут самые-самые популярные оттенки этой осенью. Также COSTAL SENSE прислали мне в подарок два пробника ихних рассыпчатых теней-пигментов. Вот так вот они выглядят. Оттенки у меня здесь. West Indies Gold и Bordeaux. Очень люблю я вот такие вот маленькие подарочки, потому что зачастую эти пигменты очень хорошо дополняют коллекцию моих теней. И если мне где-то нужно добавить экстра шиммер, то вот такие вот маленькие баночки очень сильно спасают ситуацию. И сейчас, собственно, покажу тоже свочи на эти тени. Итак, West Indies Gold это вот этот мерцающий, красивейший оттенок. Очень насыщенный и будет отлично добавлять золотого, такого истинного золотого шиммера. Что же касается Bordeaux, то он оказался очень нежным розовым оттенком, немножко с такими даже фиолетовыми блестками. Вот он как выглядит здесь. Также будет это шикарным оттенком. Даже для дневного макияжа очень красиво будут мерцать глазки с ним. Поэтому вот такие два оттенка это must have для любой девушки, потому что золотой шиммер, это вообще даже не обговаривается, насколько это красиво смотрится на глазах. А вот такой вот нежный розово-фиолетовый оттеночек в принципе тоже хорошо подчеркнет. Особенно карие или зеленые глаза, как у меня. Поэтому всем советую. Можно их купить в полноразмерной версии. Точно не скажу, сколько они стоят, я не помню. Ну, на сайте CostalSense вы их 100% сможете найти. И, конечно, не обошелся август без еще дополнительных покупок лаков для ногтей. Я купила два лака еще дополнительно. Первый это была такая довольно спонтанная покупка, потому что я не планировала ничего покупать. Но так как все мои лаки оказались запакованы в коробки, потому что в скором времени я переезжаю, то я не смогла найти, чем, собственно, накрасить ногти. И решила купить что-то совсем недорогое, но в то же время, чтобы служило на то время, пока я буду переезжать. И я зашла в Космо или не помню точно какой магазин, и нашла там вот такой вот лак от Maybelline, который называется Mini Colorama. Вот такой купила я холодный фиолетовый оттенок, темный фиолетовый оттенок. И я, честно говоря, чудес от него не ожидала. То есть я знала, что это будет обычный лак, он стоит 16 гривен, в долларах это 2 доллара. То есть, ну, чего можно ожидать от лака за 2 доллара? Но я очень сильно удивилась, когда я его нанесла. Из всей моей коллекции это единственный лак, который нормально ложится в один слой. Меня это поразило до глубины души, честное слово, потому что я вообще не ожидала от него такого эффекта. Держится он не сильно долго, приблизительно 2 дня, на третий день уже он начинает немного облазить, но 2 дня держится смело, поэтому очень мне понравился этот лак. Я не знаю точно, то ли это именно этот оттенок, то ли это вся серия в целом, но в принципе очень достойный лак, стоит копейки просто. И также вторая покупка, это уже более дорогой лак, это от China Glaze. Оттенок у меня здесь 682 Pink Underground. И, собственно, у меня сейчас на ногтях. Тоже вот такой вот нежный розовый лак. Розовый такой очень холодный, тоже на осень рассчитанный, поэтому этот скорее уже даже на зиму рассчитан, потому что уже очень темный холодный оттенок. Этот, в принципе, вполне подойдет на осень, да и на любой абсолютно сезон, потому что розовый есть розовый. Это очень девчачий цвет, поэтому, когда бы вы его не нанесли на ваши ногти, я уверена, оно будет смотреться отлично.